В Омске растет число обманутых дольщиков. Если в 2016-м в городе числился 21 недострой и 4 дома удалось ввести в эксплуатацию, то в текущем появилось еще 5 проблемных объектов. Сегодня свои квартиры не могут получить почти 2500 человек. Это люди, вложившиеся в строительство 22 многоквартирных домов. В региональном Минстрое их условно разделили на 3 группы, 5 объектов, среди которых дома на Московке и в Ясной Поляне, обещают сдать в этом году, 7 в 2018-м. Судьба еще 10 пока неизвестна. Впрочем, в ведомстве к обманутым людям особое отношение. Так, например, заместитель министра Николай Зинкович считает, что дольщики сами виноваты, что остались без жилья. Проблема дольщиков часто заключается не только в строительной организации, но и в самих дольщиках. Увидев минимальную цену стоимости жилья, пытаются приобрести там квартиры. А все заканчивается недостроем. Раньше других квартир могут получить дольщики обанкротившегося агентства жилищного строительства Омской области. Речь о доме на улице Игоря Мишина, 8. На его достройку необходимо еще почти 64 миллиона рублей. И, как пообещал директор организации Геннадий Рабанин, деньги в агентстве найдут. Я думаю, в июле 2017 года готовность дома строительная для ввода в эксплуатацию будет обеспечена. То есть, соответственно, июль-август все-таки мы планируем его заселить. Мы будем следить за тем, получат ли люди свои квартиры в сроки, которые назвали чиновники. Продолжение следует...